С Кириллом Логиновым, который стал первым живым лотом доброго аукциона, встречаемся в парке. И совершенно бесплатно, хотя за прогулку с ним горожане дают сегодня 2000 рублей. За эти деньги новосибирский журналист готов с кем-нибудь сходить в кино. Пока самая смешная шутка, которая мне пришла в эту голову, это то, что если я лот, то моя супруга – жена лота. Я в комментарии к фотографии объяснил, что у меня из-за работы и семьи практически нет времени на то, чтобы куда-то сходить. Если я с победителем или с победительницей аукциона схожу куда-нибудь в кино, я получу удовольствие от того, что у меня появилось свободное время. Елена Мельникова, давний друг Фонда защиты жизни, который помогает людям с тяжелыми заболеваниями, рассказывает, такой аукцион-встреч для Новосибирска в новинку, тогда как подобные акции по сбору средств уже давно устраивают и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Радует, что к этой инициативе подключились многие горожане. Они не только заявляются в качестве лотов, но и сами готовы перевести деньги на счет в банк, но не просто так, а за общение с интересным человеком. Лоты предлагают не только просто поход в театр, поход в кино и экскурсию по закулисью, астрологические прогнозы индивидуальные, предлагают даже юридические консультации. То есть вот таким образом. Ну и самое главное, покупатели, они, помимо того, что они имеют возможность нести вклад в спасение жизни другого человека, они получают очень ценную встречу, знакомство и самое главное, живое общение. Потому что сейчас, когда люди общаются в основном в соцсетях, вот этого не хватает. Алексей Федоров стал тем самым человеком, ради которого и устроили аукцион. В прошлом году мы снимали о нем сюжет. Тогда друзья молодого человека расклеивали объявления в школах и всем миром старались собрать средства на его лечение. О том, что происходит в интернете сейчас, не знал. Стесняется, старается не вникать в суть благотворительных акций. Да я только сейчас узнаю об этом, я не знал даже. Ну, приятно, конечно, что ради меня такие акции устраиваются. Конечно, это со стороны очень мило смотрится, когда девочка там несет последние обеды, не тратит деньги, дает какому-то незнакомому мальчику свои последние 20 рублей. Ну да, со стороны это смотрится мило, но каково это самому мальчику ощущать? Надежды на выздоровление есть. За год Алексей успел пройти лечение в Израиле. Правда, там очень дорогая страховка, пришлось отказаться от услуг врачей. Затем было лечение в Москве, теперь мама Леши и он сам ждут операцию. Сейчас, Алеша, ждем пересадку ауто, пересадку в клинике нашей НИИ, при горбольнице. Будут делать пересадку своими стволовыми клетками. А дальнейшее нужно прохождение еще три курса цетриса в Санкт-Петербурге. Получается, на лечение Алексея сколько нужно средств сейчас? На данный момент 1 миллион 580 тысяч рублей нужно для того, чтобы закончить три курса препарата. Организаторы говорят, аукцион продлится до 25 октября. Безусловно, фонд «Защити жизнь» параллельно с аукционом проводит и другие мероприятия по сбору денег на лечение детей и взрослых. И все же эта акция, пожалуй, одна из самых душевных и, кроме того, позволяет привлечь как можно больше неравнодушных.